Наверное, вы пришли из инстаграма, это очень хорошо. Воскресенье прекрасный день, чтобы заниматься языком, чтобы практикать русский язык. И я решила сегодня прочитать первую главу одной книги, про которую мало кто знает. Как мне кажется, в инстаграме я спрашивала, много ли людей знают о книге, которая называется 101 Conversations in Simple Russian. У меня она сейчас в электронном виде, она выглядит вот так, не знаю, хорошо ли видно. Обложка вот такая. Привет, Мэтт, привет-привет всем. И она называется 101 Conversations in Simple Russian. Я думаю, многие люди думают, что это 101 или 101 история, которые никак не связаны друг с другом, как разные истории. Потому что если я читаю по-английски 101 Conversations in Simple Russian, я бы подумала, что это разные истории. Но на самом деле, так как я читала эту книгу и я читаю эту книгу со своими студентами, на самом деле, это одна история, одна линия, где есть герои, где есть сюжет. И это 101 глава одной истории, то есть это 101 101 chapters of one story. И эту книгу можно купить на Амазоне, если я правильно знаю, если я правильно помню. Ее можно купить для Kindle, я думаю, для электронной книги. У меня она в электронном варианте. И сегодня, чтобы познакомить вас с этой книгой и, возможно, смотивировать вас на покупку этой книги, я хочу прочитать первую главу, первую главу этой книги. Эта книга от Оли Ричардс, многие знают его. Он, конечно, не сам написал эту книгу, потому что он не знает русский язык, но его фирма, его компания, издательство I will teach you a language, они издают много разных книг, и в том числе эта книга тоже есть там. И в этой книге две девушки, Наташа и Алиса, это главные героини. Всем привет, рада, кто смог так спонтанно присоединиться опять. В этой книге, в этой длинной истории две главные героини, их зовут Наташа и Алиса. И каждая глава, она очень-очень короткая, это удобно, можно читать одну главу в день, и будет 101 день, когда вы практикуете русский. Итак, первая глава, Наташа и Алиса. Эти главы в этой книге оформлены так, сделаны так, что там диалоги, но перед диалогом есть небольшой текст, в котором говорится о том, что происходит, где герои сейчас, что они делают, а потом уже идёт диалог. Итак, сначала небольшой текст. Наташа и Алиса в отпуске в Москве. Они вместе учились в университете и знают друг друга уже много лет. Наташа историк искусства, а Алиса пишет детективы. Они в отеле в первый день своего путешествия. Погода солнечная и жаркая. Здесь я хочу сделать небольшой комментарий. Наташа историк искусства. Я бы сказала по-другому. Я бы сказала, Наташа искусствовед. То есть человек, который изучает искусство, арт, и историю искусства, конечно. Я в своей жизни слышала слово искусствовед намного чаще, чем историк искусства. Честно говоря, я не слышала историк искусства, мне кажется. Итак, Наташа искусствовед или историк искусства, а Алиса писатель, писательница. Она пишет детективы. И они в отеле. Это первый день их отпуска. И дальше идёт диалог, как я и говорила. Доброе утро, Наташа. Ты хорошо спала? Это говорит Алиса. Наташа отвечает. Да, отлично. А ты? Я тоже. Ну что? Ну что хочешь делать сегодня? Прошу прощения. Здесь я неправильно прочитала сначала. Ну, что хочешь делать сегодня? Наташа отвечает. Хм, может быть, пойдём на рынок? Кто не знает, рынок это как открытый такой маркет на улице, на свежем воздухе. Не маленький магазин внутри, а на улице. Открытый такой базар или открытый маркет. Но мы говорим рынок. И Наташа говорит. Может быть, пойдём на рынок? Алиса отвечает. Отличная идея. На продуктовый рынок. То есть рынок, где можно купить продукты, еду. Мы говорим продукты, когда мы хотим говорить про еду. То, что можно есть. Это продукты. На продуктовый рынок. Наташа отвечает. Нет. Я хочу пойти на антикварный рынок. Я хочу пойти на антикварный рынок. Алиса отвечает. Давай. Ты знаешь какие-нибудь антикварные рынки в Москве? Ты знаешь какие-нибудь антикварные рынки в Москве? Наташа отвечает. Нет. Но я сейчас посмотрю в интернете. Нет. Но я сейчас посмотрю в интернете. Она говорит сейчас. Но на самом деле она хочет сделать это в будущем. То есть через секунду. Через две секунды. Я сейчас посмотрю. Будущее время. Я сейчас посмотрю в интернете. Есть один. Он называется Измайловский. Есть один. Значит один рынок. Просто она не говорит слово рынок, потому что из контекста понятно, что это рынок. Есть один. Он называется Измайловский. Дальше Алиса спрашивает. Он работает в субботу? Он работает в субботу. Наташа отвечает. Да. Он открывается рано утром. Сейчас одиннадцать утра. Сейчас одиннадцать утра. Когда мы говорим утро или вечер, да, вот в английском есть a.m. В русском мы говорим цифру и утра, инженитив, или вечера, инженитив. Я заметила, многие студенты делают ошибку и говорят, например, десять часов утром, инструментал. Нет. Утром это просто утром, когда, in the morning. Когда мы говорим сколько часов, мы используем родительный падеж, инженитив. Одиннадцать часов утра. Десять часов утра. Или десять часов вечера. Одиннадцать часов вечера. Генитив. Итак, Наташа сказала. Да. Он открывается рано утром. Сейчас одиннадцать утра. Алиса говорит. Отлично. А где это? Наташа отвечает. Довольно далеко на станции метро Партизанская. Это на востоке Москвы. Мы можем поехать на такси. Мы можем поехать на такси. Если вы были в Москве, или, может быть, вы живете в Москве, я думаю, вы лучше знаете эти станции метро. Я Москву знаю плохо. Станция метро Партизанская. Где это находится? Я, например, не знаю. Это на востоке Москвы. Мы можем поехать на такси. И Алиса отвечает. Да, согласна. Да, согласна. Ну, пойдем. И это конец главы. То есть, получается, как я сказала, глава... Каждая глава в этой книге очень короткая. Достаточно короткая. Как уже сказала, она идет... Вначале есть небольшой текст, где рассказывается чуть-чуть, что происходит, где герои сейчас. А потом идет диалог. Ну, или там три человека могут быть. Но это в формате как диалога. И в конце каждой главы есть список новые слова. То есть, такой небольшой. Там пять-семь слов. Например, в этом, в этой главе список идет такой. Историк искусства. Art historian. Ну, я уже свое мнение сказала. Я свой комментарий сказала. Я чаще встречала слово искусствовед. Искусствовед. Дальше здесь идет антикварный рынок. Антикварный рынок. Antiques market. Какой-нибудь... Вот это слово может быть трудное. Какой-нибудь... Это some. Some kind of. One of. Something. Или someone. Или о чем-нибудь из большого списка. Например, есть десять. И вы хотите узнать про один. Как девушки разговаривают. И одна спрашивает. Ты знаешь какие-нибудь рынки? То есть, ей не важно какие. Ты знаешь какие-нибудь рынки в Москве? Do you know any markets in Moscow? И дальше есть фраза. Он называется. It's cold. Довольно далеко. Слово довольно мы ставим перед словом далеко, хорошо, дорого. То есть, это может быть прилагательное или наречие. Adjectives and adverbs. И это значит quite. Довольно. И дальше что? Как? Довольно далеко. В семь часов утра. Правильно. Утра. И дальше фраза. Я согласна. Если же девушка говорит женский род. Я согласна. Если говорит парень. Если говорит мужчина. Он скажет. Я согласен. Вот такая короткая глава. Ссылку на эту книгу я напишу. Вставлю в описание к видео. Еще раз покажу, как эта книга выглядит. Она выглядит вот так. Как сделать, чтобы видно было хорошо. One hundred and one conversation in Polish Russian. И я реально рекомендую эту книгу вам. Дальше идет вторая глава, третья глава. И продолжение истории. Это как детектив. Где главные герои вот эти две девушки. Наташа и Алиса. Я видела какой-то вопрос. Сейчас я посмотрю. Да. One hundred and one conversations in simple Russian. Видела какой-то вопрос. Связан. А, уровень. Какой это уровень? А2. Да, это можно сказать А2, переходящий в B1. Ну, я бы сказала А2. Достаточно. Не скажу легкий. Не скажу, что это простой. Но это не так сложно. И самый большой плюс этой книги, как я считаю, это то, что главы очень-очень короткие. Greetings from Alabama. Спасибо вам за внимание. Если вам понравился такой формат, напишите. Я думаю, что, возможно, можно делать такие чтения. То есть вместе читать эту книгу регулярно. Но для этого у вас тоже эта книга должна быть в руках. Или в электронном варианте, или в бумажном варианте. Я люблю всегда бумажные книги. Она у вас должна... Я только что купила эту книгу. Мне очень понравилась его другая книга. Short Stories. Short Stories, которая красная, да, красного цвета. Short Stories in Russian. Там очень длинные главы. Там идет рассказ. И каждый рассказ, если я правильно помню, 5 глав. И тут небольшой плюс, как я сказала, что главы очень короткие. И их 101. То есть 101 глава. И это можно... 5 глав. И они длинные. Эту книгу я тоже использую со своими студентами. Не со всеми, с некоторыми. Но вот эту книгу я хотела порекомендовать вам особенно. Потому что знаю, что все очень заняты. У всех очень мало времени. И читать короткую главу, я думаю, все найдут время. Это все на сегодня. Я возвращаюсь к своей работе. Спасибо вам за внимание. Спасибо всем тем, кто присоединился так спонтанно. И увидимся в ближайшее время. Хорошего вам дня. Хорошего вам вечера. У кого вечер, как у меня. И увидимся в ближайшее время. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok